Больше ста лет муза истории хранила сквер Карамзина в своем первозданном виде. В 1930-й памятник захотели снести, а с 1950-го сквер решили реконструировать. Больше полувека карточного ремонта и, как итог, порядка 60% асфальтового покрытия полностью разрушилось. Процесс распада затронул и бордюры, а отсутствие разветвленной системы освещения буквально выпроваживало гостей парка с заходом солнца. Но теперь, благодаря реализации программы комплексного благоустройства, прогуляться по красной брусчатке с конца текущего месяца сможет каждый ульяновец. Плитку «Старый город» для культурного центра Поволжье изготавливают на заказ. Плиточное покрытие, а плитку мы привозим из Челябинска, мы получили сегодня в полном объеме. И вот эти вот виды работ до дня города будут завершены. Нас несколько относит установка электрооборудования, вот они, освещение здесь стоит, но мы его поменяем. До 30 сентября мы обязательно сделаем, потому что это один завод в России вообще работает и долгое время не работало данное предприятие. Монтаж новеньких бордюров из природного камня уже завершили. А вот плитка уложена только на 70%. К графикам выполнения ремонтных работ распорядилась пандемия. Дополнительные пешеходные дорожки по просьбам жителей сконструировали уже давно. Только вот делать их было не из чего. Заводы встали по всему миру. Ход работ перераспределили. За время простоя оборудовали места для отдыха. Гости сквера уже ждут карманы с новенькими лавочками и урнами. Состояние самого памятника, который готовится отметить 175-й юбилей со дня установки, не оставил без внимания Сергей Морозов. Хорошо. Сам памятник мы обследуем. Все нормально? У нас никаких проблем нет? Сергей Иванович, сам памятник является у нас объектом культурного наследия федерального значения. И помимо этого он находится еще в федеральной собственности. К сожалению, Сергей Сергеевич не может его вот так взять, как хотелось бы отремонтировать сейчас. Так же хорошо. Работы действительно минимальные. Немного краски требует плита в основании конструкции. Действительно масштабная реконструкция продолжается на площади Ленина. Больше двух миллиардов рублей, чтобы сохранить объект культурного наследия федерального значения – Ленинский мемориал. С целью сберечь культурный код здания, новые материалы решили комбинировать с историческими. Облицовку некоторых колонн удается сохранить в первоначальном виде. Оригинальный мрамор отреставрировали и адаптировали для повторного использования. Объект очень сложный, но очень интересный в этом отношении, потому что решается много задач, много профильности этого объекта. Здесь и музейная часть, которую нужно устанавливать, и также службы, очень много эксплуатационных служб. Мы знаем, что здесь инженерные системы очень сложные, которые идут тоже постепенно замена. Подвальное помещение мы это посмотрим. Это и системы тепла, подачи тепла достаточно сложные и мощные. Это системы кондиционирования, которые идут на поддержание тепловарочного движения, режима всего здания. Профессионализм рабочих бригад позволяет ускорить процесс за счет комплексного выполнения поставленных задач. Одновременно с демонтажем витражей и мраморных плит со стен фасада концертного зала, внутри конструируют малый зал для камерной и органной музыки. Особое внимание, конечно, к сцене и устройству фундамента под орган. Но еще больше хлопот с акустикой. На качество звука могут повлиять даже используемые материалы. То, о чем мечтали, да? Да. Все у нас теперь натуральное. Панельный натуральный шпон. Средер натуральный шпон. Здесь дуговый пакет. То есть, как запланировалось, этот зал будет широкого профильного значения. Он будет и органной, и камерной. Настолько масштабные работы на площади Ленина проходят впервые с момента постройки. По словам губернатора, после реконструкции мемориал должен стать современным и более комфортным для посещения музейным комплексом. Яна Федорищева, Руслан Баталов. Новости Уллправды.ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова